Если вы рисуете свои картины, но вы все время недовольны результатом, вы прячете их в папку, вы не можете их никому показать, вы не можете представить себе участие в выставке, и вы не можете даже подумать о том, как продавать свои картины, тогда смотрите это видео до конца, я бесплатно расскажу лайфхаки, которыми я сама пользуюсь, и что помогает мне побороть эту критику в голове и делать свои картины. Меня зовут Дарья Поздняк, я регулярно участвую в выставках, я продаю серии своих картин. Первое, что нужно сделать, это выбрать, на какую тему вы будете работать. Вам нужно создать 10 картин на одну тему. Например, мы рисуем цветы 10 штук, или мы рисуем собак 10 штук, или мы рисуем пейзажи 10 штук. Шаг второй, нужно сделать эти 10 картин на одну тему, желательно примерно в одном размере и в одном материале. Когда вы их рисуете, вот вы сделали одну, две или три важные моменты, не нужно показывать никому ваш результат, не нужно думать над ними, не нужно выставлять их и думать, оценивать и искать ошибки. Это делать не нужно, это вредно. Сейчас это вредно. Наша задача сделать 10 штук, 10 штук. Шаг 3. Мы берём все эти 10 штук, выставляем и смотрим. И в этот момент мы можем оценивать, мы можем смотреть, что у нас получилось добиться, и что бы я хотел сделать в следующих, чего бы я хотел добиться. И в этот именно момент, именно в этот момент можно показать свои работы, вот все 10 штук кому-то. Но я сейчас расскажу важные особенности, что это должны быть за люди. Если после встречи с этим человеком вы находитесь в какой-то невесомости, вы не знаете, что делать, вы вообще не понимаете, что происходит, и вам хочется убрать краски, кисточки и всё остальное после общения с этим человеком. Вот если у вас вот такая реакция, то таким людям не надо показывать работы. Вам нужен такой человек, после общения с которым, которым вы показали свои картины, после которого вы сидите и думаете, блин, какая классная мысль, точно я вот так сделала, точно, а ведь если же сделать вот так, вот так здорово будет, так пойду нарисую ещё 10 штук. То есть если у вас после общения с человеком идёт вот такой диалог внутри, то да, эти люди вам подходят. И повторюсь, эти люди не обязательно должны уметь рисовать, или иметь какой-то вкус, или иметь за плечами какую-то школу, или иметь какие-то знания за плечами, нет, они просто должны уметь вас поддержать и с вами так взаимодействовать, чтобы у вас внутри загорелось вдохновение, загорелась радость, захотелось жажда творчества. Шаг 4. Вам нужно из этих 10 работ выбрать одну, две или три, сколько у вас удачных получилось, минимум одна, максимум сколько хотите, хоть все 10, и полностью их оформить. На каждой работе должен стоять ваш автограф. Сзади работы должно быть написано дата, материал, размер работы. И полностью надо оформить работу в раму. Дальше. Теперь нужно выставить следующую цель. Вот всё, что мы проговорили себе, у нас получилось в этих 10 работах, это отлично, мы ставим жирную галочку, сделано. А теперь то, что не получилось, но очень хочется, эту цель мы можем перенести на следующую серию картин. Теперь на следующих 10 я хочу, например, получить вот это, вот это и вот это. А для тех, кто досмотрел это видео до конца, маленькие секретики из моей личной жизни. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, у меня очень-очень жарко, у меня всё мокрое, мокрое, просто очень мокрое. А это платье я сжила сама, но об этом никому. А с вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok